всем огромный привет моим подписчикам тем кто видит меня в первый раз меня зовут мария рада приветствовать вас на своем канале сегодня мое видео будет об организации храни косметики первый раз я снимаю такого рода видео снимаю его не одна это коллаборация с моей дорогой кариной если вы еще не были на канале карины папак то обязательно советую сразу после просмотра моего видео вам заклинуть посмотреть ее организацию к хранению косметики также посмотрите другие видео потому что карина очень интересно рассказывает обо всех новинках у нее очень много видео о каких-то актуальных трендах новинках на рынке что появилось что интересно каких-то beauty новостях также у нее много видео для начинающих блогеров о том как снимать видео на что снимать о технике у нее потрясающе очень душевно очень классные домашние влоги и влоги с путешествий поэтому после просмотра моего видео настоятельно советую вам обязательно заглянуть к ней и если вам интересно видео о хранении косметики если вам интересно как именно я храню свою косметику как я все это организую то оставайтесь со мной желаю вам приятного просмотра как я рассказал это мой первый опыт и если видео вам понравится если вы захотите меня поддержать то обязательно поставьте пальчик вверх я пойму что такие видео для вас актуальны и интересны на моем канале вот так выглядит мой столик по моим предположениям вы должны были бы уже увидеть бьюти завтраки если бы я не была такая ленива если бы я быстрее монтировала видео на моем бьюти столике прежде всего хранятся кисти кисти я храню вот в такой вазе это икея обязательно прикреплю вам ссылку здесь же у меня хранится мой ободок также украшение из fix price помимо кистей здесь хранятся также мои щипчики для завивания ресниц мне так удобно просто хранить их вместе с кистями также у меня здесь хранятся щипчики которые использую я для линз они тоже здесь висят и обычно здесь висят еще обычные щипчики но я их куда-то уже утащила видимо ванну какие-то карандашки туши блеск база для ней тут тоже стоит и также бальзам для губ которые использую вечером на ночь подводки все вот такого рода у меня стоит такой вазе эту вазу я уже покупала в макси доме они у меня принципе я не скажу что сочетаются просто не обе из прозрачность мне не захотелось под карандашики под туши под блески под все это покупать точно такую же вазу потому что она слишком высокая мне было бы неудобно поэтому купила вот такую небольшую мне кажется она намного более удобно и в принципе достаточно симпатично смотрится на столе вот такое сочетание также у меня на столике стоит мой текущий ход это уходит от плияна здесь у меня хранится тоник также крем для лица крем для глаз и также храню здесь свой крем от биотерм недавно рассказывала вам о своей любви к этому крему если вы не смотрели обязательно прикреплю вам наверху ссылочку также у меня здесь хранятся мой парфюм а на данный момент мой зимний парфюм black опиума ты в сен лоран обожаю этот парфюм в последнее время очень не нравится не согласна по поводу нападок что это вовсе не опиум и добавили эту приставку для красного словца также не согласна счет того что это очень простенький аромат для меня это вполне себе очень самобытный очень богатый аромат мне он очень нравится зимний согревающий и вам советую его обязательно посмотреть если вы любите именно сладкие гурманские ароматы также у меня здесь две тональных основах стоит на данный момент который я использую это тональная основа от герлен парюрде и люмьер и лореаль альянс перфект люми это две тональных основы которые я сейчас использую одна моя любимая тональная основа она прожила со мной практически с сентября по сегодняшний день у меня здесь еще больше половины и также сейчас тестирую вот этот вот лореаль альянс перфект люми два моих тональных средства я их не убираю никуда потому что в общем то они в стеклянных таких флакончиках также у меня сейчас пудра которую я использую для закрепления макияжа тоже пудра которую тестирую чтобы не забывать ей пользоваться я ее тоже поставила на стол именно это пудра пупа люминис пятый оттенок в общем то тоже здесь она у меня стоит здесь у меня также заколка моя периодически закалываю волосы здесь у меня также хранится кисточкой от метеоритов и метеорита метеоритами алимитированы это было по моему 2000 лохматого года лимитка от эмилию пуки или пуччи пуччи скорее всего также у меня здесь хранятся вот в таком варианте все мои помады но по большей части все мои помады есть еще помады в сумочке которые такие более носибельные для меня на данный момент поэтому они хранятся в сумке и я их оттуда не достаю из той косметички а здесь хранятся в общем то основная коллекция помад 18 помад здесь ну точнее да 18 17 помад один блеск еще в сумочке штук наверное 5 что здесь блески есть в общем то да бьюти блогеры вообще зависимые от косметики люди они немного больные я их храню именно номерами наверх чтобы распознавать где у меня какая помада мне так удобнее пользоваться сейчас еще они не сложены по цветовым гаммам обычно они у меня еще сложены то есть ряд красных ряд винных ряд розовых вот так вот сейчас мне просто лень раскладывать так святая святых моей коллекции косметики хранится в такой плетеной коробке это коробка из икея в принципе был набор вот эта черная коробка большая также та коробка где хранятся помады еще одна вытянутая которую я использую реже но вам тоже сегодня покажу па-бара-пам так выглядит основная часть моей косметики естественно я периодически сейчас насмотревшись видео других блогеров чищу свою коллекцию это то есть то чем я хотя бы периодически пользуюсь то что я люблю и это вот костяк моей коллекции я частенько чищу эту коробку и выкидываю все что я точно уже никогда не буду использовать итак коробка разделена у меня на четыре части бронзеры румяна то есть все такого рода также здесь тональные продукты консилеры пудры здесь у меня помимо этого еще стоят двое теней от мэйбелин потому что они не вмещаются уже в отделение под кремовые тени и однушки поэтому в ближайшее время я из-за этого думаю либо выкинуть их вообще уже с концами либо как-то реорганизовать этот момент это у меня отделение под всякие мелочи под всякие мелкие в общем-то пробники также здесь у меня хранится две подводки но об этом позже расскажу также у меня здесь хранится новая помада неоткрытая моего любимого оттенка неудового Dolce Cabana Моника 60 и оттенок Nature здесь у меня тени как я уже говорила итак что у меня тут вкратце пробегусь это мои любимые двойка бронзер румяна от NARS это оттенок Casino это оттенок SYN очень люблю они очень старенькие затертые но от этого менее любимыми не становятся также любимая палетка именно люксовая теней этот тень от Trafalgar была лимитка не знаю сейчас можно найти или нет в общем-то но очень нравится качество тени очень нравятся оттенки также из примечательного здесь ну румяна то же самое от Dior очень мне они тоже нравятся до сих пор в моей коллекции такие очень нейтральные бежево-персиковые также здесь Master Sculpt от Maybelline пользуюсь периодически хотя не самый любимый продукт Revlon 02 оттенок матовый румяна Blushing Berry тоже не скажу что любимый оттенок но выкидывать жалко потому что очень нравится все таки иногда использовать это палетка для коррекции бровей использовала активно прошлой весной если видно там было по темному оттенку но сейчас перешла на другой продукт это MAC бронзер который тоже уже это очень любимый продукт по нему я думаю что видно что прям вот люблю не могу часто использую из новинок это Essence So Glow Highlighter у меня оттенок 10 Look on the Bright Side также у меня здесь любимые румяна от Max Factor оттенок 20 Leavish Moif также румяна не скажу что любимые но в принципе жалко выкидывать пока и пользуюсь периодически в основном в весенний летний период это Pink Lemonade такие вот румяна в стике кремовые очень удобно использовать где-то в дороге это Elf также здесь просто вот бестселлер от Nars румяна оргазм тоже их люблю в основном летом но они у меня уже не влезают вот в эту часть поэтому храню их сбоку здесь у меня консилер корректор от Nars у меня оттенок Custard это именно их Radiant Creamy Concealer также у меня здесь хранятся остатки моего консилера в оттенке 02 Light Medium это вот предыдущая версия Ideal Light у них сейчас BB вышел консилер от Estée Lauder это их предыдущая версия также мой любимый консилер который использую каждый божий день это Shiseido под глаза обожаю, люблю вторая упаковка уже здесь у меня Nude BB Concealer показывала в новогоднем макияже тестирую периодически но не скажу что поняла этот продукт до конца стойкий матирующий тональный крем 20 оттенок бежевый пока лежит здесь но не знаю не нравится абсолютно моя любимая тональная основа на лето не знаю лимитка это была или нет но если не лимитка то обязательно куплю себе новую упаковку когда закончится это просто обалденное тональное средство на лето просто the best от the best это Baby Glow из метеоритной серии от Guerlain также у меня здесь лежит моя база от Urban Decay оттенок син периодически пользуюсь очень-очень редко больше люблю конечно свою базу от Nars которая у меня вот здесь хранится с карандашиками вот ее люблю намного больше здесь у меня Smashbox транспарантная пудра обычная белая транспарантная пудра ничего интересного люблю ее на выходы использовать как и все нормальные люди я думаю что румяна единственная румяна которая хранится здесь это румяна от The Face Shop это Plum Cushion они очень-очень светлые и я ими пользовалась прошлой весной мне почему-то очень нравилась но сейчас понимаю что это не мой оттенок я скорее всего отдам подруге если она заберет Whipped Cream Foundation это основа от Max Factor дали в подарок лежит пока здесь не скажу что я распробовала но пока периодически тестирую смотрю как нравится или не нравится ну и двое теней у меня здесь это сороковой оттенок и шестьдесят пятый оттенок Pink Gold соответственно и permanent talk известный на всем ютубе Color Tattoo 24 часа здесь у меня лежат в тенях это двое теней самых-самых любимых кремов теней от Dolce & Gabbana оттенки у меня господи как они дели 110 и 25 Pearl Dust очень люблю эти тени намного меньше люблю но до сих пор храню иллюзор 63 оттенок намного меньше люблю от Chanel но храню потому что оттенок очень нравится замены пока нет также здесь однушки это лореалевская однушка там однушка по-моему от Pupa такого странного оттенка но тоже пока не вылетел из коллекции также у меня здесь две однушки от Catrice там лежат но там ничего интересно два серых оттенка тоже пока лежат здесь но я думаю что в ближайшее время они отсюда куда-нибудь перекочут либо в помадку либо в чужую косметичку также аналогично здесь стоит вот такая вот подводка от Avon оттенок мне очень нравится куда использовать не знаю пока стоит ждет своего часа Х здесь также помада от Ardell оттенки Dark Brown использую каждое утро сейчас для оформления бровей ну и в отделе с мелочами у меня две подводки моя самая любимая от Maybelline черная подводка для глаз и также от Nuxe тоже черная подводка все хвалят коричневого я очень заглупила не взяла коричневого черное мне не поняла не знаю но это как бы и тени и и тени и подводка поэтому посмотрим возможно с одного доста я не поняла этот продукт также здесь хранятся такие пробники маленькие тональных продуктов хайлайтеры маленькие тоже такие здесь пробник базу у меня маленькая тушь хранится так что здесь еще тоже High Beam у меня в маленьком формате меня кстати устраивает тут какая-то парфюмерная вода дочка бана La Temperance уже 300 лет назад снятая с производства вот Urban Decay блеск который шел с Naked наверное уже надо выбросить его отсюда тоже потому что я им не пользуюсь он просто так лежит и уже наверное ему очень плохо также уже в самом столе как раз таки хранится у меня коробка если ее вытащить то там дальше вдалеке хранится чехол под кисти который я использую в поездке также палетки палетка Tarte палетка собранная самостоятельно от Inglot Naked 2 там вдалеке также лежат The Nudes и Make Up Academy в общем то все это у меня вот там лежит кстати говоря еще есть Smashbox и вот там в самом углу у меня еще сифоровская палетка которую вообще практически не использую поэтому в самом углу и показывать я думаю что я ее не буду также у меня там пудра от Guerlain тоже ее не использую поэтому она у меня там стоит в самом углу в этой коробочке такой замечательный у меня лежит уход который в общем то я использую достаточно редко то есть это масло для лица от Clorans какие-то маленькие пробники кремов масло для ресниц также воск для кутикул и всякие-всякие мелочи линзы вот все это хранится именно здесь с этой стороны стала у меня хранится Nivea а бальзам после бритья который на данный момент я использую в качестве основы под макияж вот там коробка которую я уже показала и также вот коробка вторая который на данный момент пока ничего не лежит но я думаю что буду переделывать переорганизовывать и займу эту коробку тоже таким образом выглядит моя организация косметики многих смутит то что я использую для своей косметики мой письменный стол но во первых я сейчас не хочу его менять на что-то из икеи белого цвета потому что это абсолютно никак не подойдет к моему интерьеру во вторых не хочу сейчас покупать какой-то стол туалетный столик в общем то потому что тоже не знаю что то в ближайшее время планирую в своей комнате сделать как только я решу общий такой концепт придумываю то обязательно сразу придумаю какой стол поставить и в-третьих мне очень жалко расставаться с данным столом потому что мне он очень нравится он классно вписывается в интерьер на данный момент и поэтому в общем то и столько лет он не служил верой и правдой поэтому не хочу его никуда девать никуда выкидывать и поэтому я решила его использовать именно для организации косметики также мне нравится что у меня все так компактно упаковано по коробкам кстати говоря когда я переезжала два раза в своей жизни вместе с этой косметикой с этой организацией косметики то плюсом было то что у меня все по коробочкам а не по каким-то секторам в столе или что-то в этом роде потому что я все закрыла по коробкам и так и перевезла в общем то это очень помогает при переезде вот если у вас есть какие-то вопросы по организации моей косметики по ближайшим видео по организации моей косметики для тела и всего остального то обязательно задавайте их под видео если у вас в принципе есть какие-то вопросы ко мне обязательно тоже задавайте их под видео напишите пожалуйста какие у вас идеи по хранению косметики есть как какие вы используете для себя способы, методы, как вы храните свою косметику. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм и в Перископ, точно ничего не пропустите. И все, до встречи в следующих видео, всех вас люблю, целую, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok